Всем привет! Вчера компания Sony обновила Xperia S до Android 4.0.4 Ice Cream Sandwich и мы спешим поделиться впечатлениями и наблюдениями от этого апдейта. Начнем с экрана блокировки. Теперь вместо беззвучного режима здесь клавиша камеры. Быстро активируется камера. Функция быстрой съемки никуда не делась. То есть из режима блокировки нажимаем на кнопку камеры и снимок делается. Что еще? Здесь у нас по-прежнему кнопки музыкального плеера. Если нам звонят, давайте позвоним. То можно отклонить вызов сообщением. Появилась функция разблокировки по лицу. Называется она Face Control и настраивается в безопасности. Так, где тут безопасность у нас? Вот она. Face Control. В связке с этим способом разблокировки нужно будет ввести еще другой способ. А то мало ли, вдруг захотите разблокировать телефон в темноте или что-нибудь случится. Не дай бог, с лицом не сможете этого сделать. В настройках экрана можно указать параметры экрана блокировки. По-моему, их здесь стало гораздо больше. Меню уведомлений. Теперь здесь находится кнопка настроек. Быстро переходим в настройки. Наверх у нас вынесены функции, которые, по мнению Google, самые часто используемые. Wi-Fi, Bluetooth. Использование данных. Здесь мы можем установить порог, значение, за которое телефон не выйдет. Если у вас ограничение, например, 500 мегабайт или 2 гигабайта и не хотите платить сверху, то устанавливайте ограничения и не заботитесь о дополнительных тратах. Введомления представлены вертикальным списком и мы можем их как удалить все, так и по отдельности. Просто свайпом его в сторону. Про настройки еще. Так, что у нас здесь есть? Android Beam. Звук в дисплее, как мне кажется. Точно не помню. Больше настроек для размера шрифта. Аккумулятор. Пока непонятно, как себя ведет. Но, надеемся, дела обстоят лучше, потому что иной раз мне приходится заряжать телефон два раза в день. Приложение. Здесь, в общем, все стандарта. Просто поменялся внешний вид. А может, еще что-то появилось. Пункт Xperia прежний. Безопасность. Служба местоположения. Языки. И вот. Здесь тоже поменялся внешний вид оформления. В дате и время. Все по-старому. Спецвозможностей стало чуточку больше. И значительно расширились функции для разработчиков. На телефоне. Android 4.0.4. Ice Cream Sandwich. Ну, хватит о настройках. Главный экран. Теперь добавление виджетов и тем происходит через верхнюю плашку. Слева. Фоновый рисунок либо тема. Справа. Плюсик. Это виджеты. Виджеты теперь показаны наглядно. Можно посмотреть внешний вид виджета. и узнать, сколько ячейок он будет занимать. Например, Gmail занимает 9 ячейок. Какие-то виджеты изменились. Что-то добавилось. Календарь. Некоторые виджеты теперь могут менять размер. По-моему, это относится к календарю. Ага. Вот можно поменять размер его. И виджеты. Некоторые стали пролистываемыми. То есть, если много событий, мы просто проводим туда-сюда. Как по мне, телефон стал работать немножко быстрее. И все же, окончательно тормозов, если на экранах много виджетов, компания не избавилась. Ну вот, все равно стало плавнее. Перейдем к приложениям. Теперь вот эти две кнопки, которые позволяют перетаскивать приложение и удалять их, перенесены вверх. Часть приложений убралась. Вместо галереи теперь у нас альбом. Вот так вот представлены фотографии. Можно менять масштаб для наглядности. На карте можно смотреть, где эти снимки были получены. И можно связать с альбомом аккаунта на Пикассо и Фейсбуке. Так, сообщения. Теперь мы можем добавить изображение, снять снимок, а не просто набрать текст и прикрепить. Браузер стал совершенно другой. Про быстродействие можно сказать, что, наверное, стал быстрее немножко. Крайне мере, очень быстро меняет масштаб. Так можно переходить между закладками. Страничку можно поместить в автономную, то есть прочесть потом. Сохраненные страницы. Есть куча... Куда-то не туда ушел. Есть куча сайтов, которые при заходе на них с телефона начинают открываться в мобильном режиме. Это неудобно, потому что у нас телефон с HD-экраном. В принципе, мы ищем там много информации. Вот открылся Википедия по умолчанию мобильный сайт и жмем запрос версии для ПК и вуаля! Страница открывается в нормальном размере. Функция зума. Точнее, мульти-тач. Так, с браузером закончили. Таймскейп. Волкман. Обычного плеера нет, теперь вместо него Волкман. Соня успешно избавилась от Эриксона и начинает использовать, продвигать свою интеллектуальную собственность. Поменялся интерфейс плеера незначительно, в принципе. Те, кто привык к плееру старому, никаких неудобств испытывать не будут. Моя музыка также треки развита по дорожкам, альбомом, исполнителем, есть плейлисты, канал SenseMe. Телефон угадывает настроение. Отсюда можно, по-моему, раньше нельзя было, сейчас можно перейти в Music Unlimited, в магазин для загрузки треков. Музыка друзей с Фейсбука. Появился визуализатор. Такой красивый. Появилась возможность воспроизводить на DLN совместимых устройствах композиции. У меня сейчас ничего такого нет, поэтому не продемонстрирую. но плеер мне нравится. Идем дальше. Будильник и часы. В принципе, тоже осталось по-прежнему, только немного поменялся внешний вид. Камера. Стабилизатор в видеокамере, как мне кажется, стал лучше, но мы это еще проверим. Плеймаркет изменился с Android 4.0. Первое, что бросается в глаза, это вот поиск. Так вот начал показываться. Фейсбук, календарь. Кажется, тут изменений нет. Калькулятор тот же самый. Track ID по-старому. Загрузки, флеш-плеер, его из коробки нет, придется вам установить его из плеймаркета. Изаконлимитед, PlayStation, экономия энергии, очень полезное приложение, поменялся внешний вид. PlayNow, McAfee опять здесь, резервная копия и восстановление. Пользуемся, чтобы не потерять данные. Фильмы. Очень интересная штука. Если работает в онлайн-режиме, стоит галочка, то может подцеплять информацию. А видео в интернете показывать обложку фильма, описание, кто в ролях. Но, видимо, работать только с фильмами на английском языке, потому что на русском вообще ничего не нашел. Альбом YouTube поменялся немного. Опять же, внешний вид, оформление, но функционал остался прежним. Заметки. Здесь мы можем вводить текст с помощью клавиатуры. Также можем рисовать вот толщина кисточки, несколько цветов. Можно все это творчество уничтожить, добавить голос и сохранить, а позже поделиться. Update Center Office Suite. Как по мне, чувствительность сенсорных клавиш немножко повысилась, изменилась вибрация. Еще я забыл показать в видеокамере Zoom. Вот мы снимаем Samsung Galaxy S3. Можно менять масштаб. Вот. 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 если удерживаем клавишу домой, то появляется список последних открытых приложений. Их очень легко закрыть. Свайпаем. И все. Клавиша выключения вызывает такое вот меню, режим полета, отключить телефон можно, выключить звук, перевести на вибрацию, а скриншотов опция пропала. Скриншоты теперь делаются вот так вот. Зажимаем клавишу вниз и блокировки. Вот сделался снимок. Что-то я в этом видео мог забыть, что-то соврать, но я думаю, что общее представление об Android 4.0.4 для Xperia S, для других Xperia 2012 года вы тоже получили, потому что я не думаю, что Xperia U P и Solo получат какие-то другие апдейты. Все то же самое будет, просто на более маленьком экране с другим разрешением. Апдейт мне понравился. Еще вот занятное наблюдение. Почему-то в официальном видео по этому обновлению компания показала телефон с синей полоской. Многие подумали, что в Xperia S можно будет менять подсветку цвета, как у Xperia U. Но, увы, я эту опцию нигде не нашел. И здесь стоят просто обычные белые светодиоды. Sony обманула. Вот так вот ждем теперь обновления наверное до 4.1 Jelly Bean и радуемся Ice Cream Сэндвичу. Спасибо за внимание.